Доброе утро всем, кто встречает его с нами. Очень приятно, что не изменяете нам. Несмотря на то, что я сегодня одна, мой соведущий Валера в отпуске, соведущая Марина Маргунова онлайн со мной. Но, как говорится, мы держимся. Да еще и продолжаем тему идеального мужчины. Ищем, есть ли он вообще в природе. И вот наши редакторы говорят, что им было очень несложно найти такового. Итак, у него много подписчиков в Инстаграме. Он прекрасно выглядит, он подтянут. У него много детей, он семьянин, он помогает жене. Он даже сидел в декрете. Ну и вообще он красавчик. Вы думаете, что прямо вот это нужно еще поискать? Вот. А вот и он. А вот и он. Идеальный мужчина Рустам Умара. Я сейчас распылся в улыбке. Я же столько приятного. Ну, мы надеемся, что все это правда. Но, по крайней мере, вот я вижу, вы в прекрасной форме спортивной. И вы пришли с семьей, что в моих глазах тоже такой маркер идеального мужчины. Вы молодец. Представьте, пожалуйста, ваших... Жена Анна, младшая Радмир, старшая Рустам. Ага. Вот. Что-то рассказать они? Нет, подождите. Мы же заявили вас как идеального мужчину. Семью предъявили. Ладно. Скажите, пожалуйста, действительно ли сидели в декрете? Как такое могло произойти? Сидел. Так. Воспитал обоих. Вырастил. И многие мужики сейчас скажут, что вы им ответите? Зря. Блин. Не знаю, круче, чем этого. Многие просто мне, мамы, говорят, что вот ты не знаешь, что такое сидеть с детьми дома. Ребята, девочки, обоих вырастил. Жена не даст соврать. Первого мне жена дала через две недели, второго через четыре дня. Все. Обоих я вырастил, выкормил. Просто прошел... Я только жене отправлял фотки, когда у нас все обделали они, я отмываю. Я говорю, смотри, казус опять. Я там весь параллельно стряпаю, учился стряпать, пока у меня там дети спят. Я в этот момент стряпаю, чтобы жену удивить, детей порадовать. А она что, она работала, что ли? А жена работала, да. Прекрасно. Слушайте, но многие скажут вам, тут существует опасность потерять себя как мужчину. Вот эти вот мужские вот эти все вот занятия там. Какие занятия? А гараж, а танчики поиграть, а там вот это все. Столько мы с ними играли в мужские игры, и в танчики, и в гараж, и все, это не знаю. Если у тебя пацаны, мне кажется, пацанов должен воспитывать отец. Ну, представьте, если их будет воспитывать мама, будет больше женского, мне кажется, я, чем мужского. Тем более благодаря этому сейчас у меня ребенок 8 лет стал чемпионом Сибири по тайскому боксу. Ага. Да, выиграл все соревнования. Вот это да. Я хочу у супруги вашей спросить, тут все правда? Все правда. Действительно настоящий идеальный мужчина вот такой? Да, да, все правда. Как говорится, не слишком ли идеальный? Какие-то, может быть, я не знаю, он компенсирует, пока он не слышит. Компенсирует какими-то минусами, но не бывает так. Да нет, мне кажется, идеальных семей. Всегда все ругаются, хотя это какие-то что-то есть, все равно казусы. Это ладно. Скажите, а как, на ваш взгляд, мужчины к этому приходят? Это воспитание в семье? Это мама должна вот так воспитывать мальчика? Или, не знаю, это вы так построили с ним отношения? Или он просто сам такой вот родился и ни на кого не смотрел? Руслан, Руслан, вы не слушайте, пожалуйста. Все хорошо. Он сам, наверное, такой родился. То есть это не мама воспитывает, не вы? Я не знаю, я правда не знаю. Нет, не знаю. Как? Это, мне кажется, нужно ему такой вопрос задавать. Не знаю. Да. У нас получается вот... Как он к этому вообще пришел и почему именно? Хорошо. Как вы к этому пришли и почему? Жизнь заставила. Я просто понял, когда первого родила, я понял, что надо с детьми заниматься. Я же танцами занимался профессионально. И я понял, что я готов закрыть школу. У меня было 100 детей. Я готов был пойти на этот шаг. Я закрыл школу и начал заниматься детьми. Параллельно я пошел на тайский бокс. И чтобы мог сам еще наставлять, тренировать детей. Как думаете, почему все мужчины так не делают? Ну, я понимаю, люди разные, но тем не менее. А из-за вот этого, то, что происходит в семье везде, из-за социума, то, что женщина должна сидеть с детьми, да, мужчина должен работать. Многие так рассуждают. Мне кажется, это неправильно. Если женщина может так же хорошо работать. И она хочет работать. Видите, в чем нюанс? Я ей не говорил идти на работу. Я мог работать. Причем я по вечерам же работал. Она приходит с работы, я иду на работу. Да, мы режим работы так подобрали, что я, например, работаю до четырех, и он начинает работать с пяти или шести. То есть он идет вечерний, а у меня утрешний. А сейчас вообще у меня много... Хоть он и сидел в декрете, он все равно работал. Потому что просто вечером... Нет, нет, нет. И плюс я работаю с детьми, со своими. Я тренирую танцами, они у меня на коврике спят. Я ставлю хореографию, они у меня спят. Сейчас мы на озере, ну, я на Эмилианском пляже работаю. Они со мной везде загорают, бегают, помогают мне проводить мероприятия, розыгрыши. Везде со мной. Так, где-то был микрофон. Что говоришь? Ну-ка. Даже в некоторых розыгрышах мы участвуем. Он вчера сделал 130 бюрпи с выкидыванием пятикилогромного мяча. Это нереально. Из 40 человек всего один парень сделал 135. Еле-еле. Он девятилетний сделал всех 40 человек. Я офигел вчера сам, честно. У меня даже в ссорицах есть, где он делает. Я просто был удивлен. Ну, молодец. Давай у тебя спросим. Вот настоящий мужчина, он какой должен быть, когда вырастет? Большой уже мужчина, взрослый. Он какой? Микрофон так, говори. Должен быть собранный, воспитанный. Так. А еще какой? Сообразительный, умный. Да. Денег много должен зарабатывать? Естественно. Это... Слушайте, женщина сейчас скажет нормально, растите правильно. Давайте все-таки вот резюмируем все, что мы тут вот говорили. Рустам, пол края на вас сейчас смотрят и мужчины, и женщины. Женщины спрашивают вас, почему не все такие, как вы, а мужики хотят спросить, как вас на все хватает. Объясните, пожалуйста, я не знаю, в чем секрет, что ли? Как-то так это сформулируем. Наверное, из-за того, многие неправильно думают, это не приносит негатив, это приносит удовольствие. Если семья приносит негатив, у тебя очень сильный раздражитель, и тебе не охота это делать, это. А у меня наоборот. Я кайфую, и от этого мне охота делать больше, больше, больше. Вы не представляете, сколько энергии, сколько, я стараюсь еще больше и больше, поехали туда, поехали. У нас даже, когда мы отдыхаем, мы не валяемся. Пшук, собрались куда-нибудь, пошли, поехали гулять, прыгать. Мы вообще противники валяться. Поэтому вот благодаря, наверное, вот этой любви, поддержке, вот самое главное, еще огромное-огромное спасибо, это поддержка жены. Вот благодаря ее поддержке я много чего добился. В общем, собственно, дорогие женщины края, идеальный мужчина, у которого миллион, ну, много подписчиков в Инстаграме, который сидел в декрете, который помогает жене и ценит ее, как мы успели это увидеть, который привел семью в студию, Рустам Умаров был у нас в гостях, с семьей, конечно. Большое вам спасибо за то, что нашли время, так рано встали, пришли к нам. У нас сейчас блок полезной информации, сейчас с вами сфотографируемся, прям хочется мне. У меня жена каждого утра встает в 5.30 утра. В 5.20. В 5.20. Все, сейчас сфотографируемся с такой же яичной.